Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армении Никол Пашинян встретился с Джоном Болтоном. В Степанакерте состоялась презентация книги профессора Швоне Нэш Маршалл «Грех отцов». Мы считаем Южный Кавказ чрезвычайно важным для Соединенных Штатов Джон Болтон. У трех пассажиров автобусов в Хопе обнаружено 1558 исторических предметов. Экономический кризис также повлиял на цены молочных продуктов. В Ахруцехе прошел благотворительный концерт, посвященный столетию независимости Армянской Республики и Грузии. Люди получают 45 турецких лир за 15 часов работы на хлопковых полях. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян прокомментировал встречу с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в Ереване. Премьер-министр заявил, что сегодня есть возможность вывести отношения Армении и США на новый уровень. Об этом Пашинян написал на своей официальной странице в Facebook по итогам переговоров с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Переговоры с Болтоном прошли в положительной атмосфере. Думаю, есть возможность поднять на новый уровень отношения между Арменией и США. И мы также готовы воспользоваться этой возможностью, написал Пашинян. Сегодня состоялась презентация книги «Швон и Нэш. Маршал. Грех отцов». Книга рассказывает о политике отрицания турками геноцида против армян. На презентации присутствовала автор известного бестселлера «Гнездо жаворонков» Антония Арслан. Пришли также государственные лица, студенты, читатели. Говоря о своей книге, он сказал, «Моя книга рассказывает о самых ужасных событиях, произошедших с армянским народом, о геноциде. В отличие от большинства историков, я не думаю, что геноцид, совершенный против армян, начался в 1915 году и закончился в 1923. Изучая историю геноцида, я нахожу, что это началось в 1856 году. Хуже всего то, что геноцид не прекратился, потому что армянские земли были оккупированы. История была сфальсифицирована». «Мы считаем Южный Кавказ чрезвычайно важным для Соединенных Штатов», отметил Джон Болтон. Соединенные Штаты считают Южный Кавказ чрезвычайно важным для себя со стратегической точки зрения региона. Об этом заявил в интервью телерадиокомпании «Голос Америки» помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который прибыл в среду с визитом в Азербайджан. «Мы считаем Южный Кавказ чрезвычайно важным для Соединенных Штатов стратегической точки зрения региона», – сказал он. Болтон отметил, что обсудил и проблему Нагорного Карабаха. «Мы считаем, что достижение результата, который удовлетворил бы обе стороны, Азербайджан и Армению, особенно важны, учитывая стратегическое значение региона», – подчеркнул он. 1558 исторических предметов были найдены в вещах троих пассажиров в Хоппе. Жандармерия Ордвина и отряды по борьбе с организованной преступностью и контрабанды провели операции по изъятию исторических предметов у трех пассажиров автобуса Канья-Хоппа. В чемоданах у трех пассажиров полицейские обнаружили 1558 исторических предметов разных эпох. Среди найденных предметов много золотых и серебряных изделий. Расследование инцидента продолжается. Подозреваемые задержаны. Экономический кризис затрагивает многие виды продуктов, в том числе и молочные. Из-за кризиса молоко подорожал на 50%, передает месопотамия.ком. Президент, основанный в 2010 году фабрики молока в Перте-Кике, Энвер Даган, отмечает, что у них нет никакого дохода. По словам Дагана, завод был основан 8 лет назад и едва начал зарабатывать. Но теперь из-за экономического кризиса доходов нет. Из-за кризиса нам пришлось остановить программу модернизации технологий. Кризис также повлиял на цены молочных продуктов. Цены на молочные продукты выросли. Каждый раз мы пытаемся спасти ситуацию. Мы почти не платим налогов, поскольку работаем в убыток. Цены выросли вдвое, сказал он. По словам Дагана, кризис только усугубляется. 21 октября в Драматическом театре Ахалцихи состоялся благотворительный концерт, посвященный столетию независимости Армянской Республики и Грузии. В концерте приняли участие представитель епархии Армянской Апостольской Церкви в Грузии, епископ Ахалцихи, Заза Мерекидзе и депутат парламента Грузии Георгий Кападзе. В концерте выступили ансамбль песни и танца Ахалцихи, ученики армянских школ города, танцевальная группа Цалтальбия и ученики русской школы. В конце концерта выступили глава епархии Армянской Апостольской Церкви в Грузии, епископ Вазген Мирзаханян и духовный инспектор Ахалцихи Хакоп Абек Саакян. По словам Акопа Саакяна, деньги, собранные на мероприятие, будут отданы для реконструкции церкви Григора Люсаворича в Ахалцихи. Концертная программа была организована религиозным советом Ахалцхи. Люди получают 45 турецких лир за 15 часов работы на хлопковых полях. Рабочие хлопковых полей в Урфе говорят, что падение цен на хлопок также повлияло на их продукцию. По их словам, сумма денег, заработанная во время работы с 5 утра до 20 часов, колеблется от 40 до 50 турецких лир. Хусейн Алтай, выступающий в качестве последника на хлопковых полях в Кирыгском районе Бозова, рассказывает, что он работает на поле в течение 18 лет, имеет пятерых детей, работает женой на полях, поэтому детей вынуждены брать с собой в поле. Дети почти не идут в школу, не успевают, с сентября по декабрь мы здесь. Они не посещают занятия, многие остаются и на второй год. В начале года цена хлопка оценивалась в 4,80 турецких лир, теперь 3,80. Экономический кризис повсюду. Инфляция увеличивается, жить становится труднее. Мы работаем допоздна, но получаем мизерный доход. Дети, которые работают в поле, получают половину примерно 18-20 лир, говорит Алтай. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию произведение в исполнении Мишел Гавки. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok